так сейчас две секунды всем всем привет я часто такое что сделаю а потом про свою лично болтать так это у нас поехали это много вот так вот самый раз начать запись так идет процесс идет значит начнем с плохого плохое то что у меня короче не влазит этот улучшай зернобор в без он и принципе я предполагал потому что там 178 миллиметров это крестовина но паук этот и очевидно 750 150 750 sky watcher внутренние потроха трубы больше чем а у меня 178 наружный диаметр гсу а внутренне соответственно там ну минус миллиметров 4 вместе с фоком соответственно 170 174 токарь дело надо где-то искать и 2 миллиметра там слава богу толщина металла и на этом пауке они сделали его своеобразного как говорится диафрагмой своего рода такой ступенькой дополнительный при в ходе света ну короче надо топори хорошего искать и у нас одна попытка и вымерять очень четко внутренний диаметр и трубы другой стран это хорошо что мне не надо будет трахаться с флоком потому что флок бы мешал а так уже по флоку я сделаю диаметр и как сливу туда засовываю эту всю историю так ну как всегда луна и поэтому долго задерживаться сегодня не будем снимаем эту луну единственное что я остановился на моно 8 потому что я понял при обработке что если очень четко подобрать экспозицию то в общем то ничего страшного можно и на моно 8 потому что моно 16 живет два раза больше ресурсов два раза дольше времени поэтому часто засекаем дальше этот кратер сейчас я сделал так что у меня совпадают клавиши по одной оси вот так вот нет я знаю что вот лучше так вот и соответственно у меня сейчас луна перевернута немножко вверх ногами да так вот я уже понял одну вещь что вот если я угадываю по экспозиции более тщательно отношусь на моно 8 я все вытягиваю сегодня диск луны ровно сто процентов ровней но я сейчас хочу осваивать новую программу и под нее я делаю совершенно новую штуку прошлая луна не совсем получилось потому что это было были причины сегодня вроде даже матрицу все же таки вычистил никаких крапинок никаких фигней никакой нету и я соответственно за счет того что перешел на моно 8 укоротила уменьшил выдержку последний раз я работал на 1 35 с 121 27 миллисекунды я поставил полторы тысячи кадров на серию соответственно там буду немножко больше выбирать лучший кадр и сегодня атмосфера гораздо лучше чем вчера вчера был ужас сегодня хоть кратеры вижу какие-то детали вчера все мыло 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 и резкость наведена была и все я уже по звезде даже наводился потом переносился на диск луны проверял вчера потерял очень много времени почему не получилось луна которая предыдущая но сейчас дождемся сейчас два слова объясню потому что и я каким-то хреном извините не успел полностью ее отснять а соответственно вот это вот внутри это была последняя луна который снимал и я ее проходился вертикально то есть но когда диск луны представляете себе вертикально ты эту всю историю значит кадрируешь вот сейчас где-то есть такой чпок чпок у нас вот и вот вы видите что тут огрехи вот нестыковка диска вот здесь была гора торчала у меня какая-то я замазывал вот здесь середина квадрат так сейчас мы заговоримся чтобы времени терять так вот все значит едем дальше сейчас еще кое-что объясню почему так я снимаю сейчас сегодня так вниз идем на счет мы берем вот этот кратер к примеру и пойдете так все снимаем дальше начать запись enter я сейчас прохожусь сейчас объясню как я сейчас сегодня решил природу я снимаю вот так насколько максимально влазит я снял вот этот кадр сейчас прошелся там за три прохода сейчас мы снимаем вот эту часть луны потом соответственно мы снимем с вами вот эту часть луны то есть я беру так что вы здесь мне уже все и соответственно есть арбузик вот этот сниму а потом я пойду сегодня я вот вчера я шел вот такими полосками вот такими и что получается что вот здесь вот где-то вот здесь ты находишься ты допустим например смотрите вот мы ешь можно разогнать ну допустим у меня вот этот кратер на краю тут получается и я к примеру это уже отснял фигню я вот допустим смотрю что ну допустим чтобы вот это было в кадрах следующий но так как вот эта поверхность неровная я не делаю вот так и обратите внимание если ну к примеру вот так он устоял кадр примеру да то я смотрю за каким-то ну меткой какой-то а здесь вот допустим вас засеките вот этот вот он входит в кадр да и соответственно ну вернее так сейчас скажем по-другому вот допустим этих пол кадра я оставляю вот этих вот вот эту фигню но какой-то из этих паль из-за того что кривизна поверхности короче детальки какие-то узко как либо делать очень большое перекрытие либо природу надо немножко по-другому как я решил сделать первый раз я когда вообще снимал я снимал вот так вот то есть я шел вот такими полосами не так было легче потому что ну как бы я начинал вот с этой штуки ну как бы все равно как снимать можно конечно и вертикально снимать то есть тоже вот так вот возьми с ними там и пройдись но а ты вот здесь вот видишь да вот это иногда ты начинаешь снимать а потом ups ты начинаешь до снимать этот кусочек вот но ты не знаешь что ты что у тебя здесь происходит поэтому я сегодня решил максимально захватить вот эти вот дольки а потом уже сообразуясь когда пойду просто полосами даже если вот эти дольки тут что-то где-то у меня напортачиваться тоже следующее могу снимать вот так буквально с перекрытием здесь я уже все возьму но у меня эти дольки тоже сняты ну посмотрим да почему у меня появились вот эти вот не стык не стыки потому что так как я снимал через задницу как я сказал эту последнюю сессию то получилось то что получилось ну во первых вот такие артефакты полезли стыковала так это зерно шум надо что-то с ним делать это 16 битв основном складывать и недостающие части которые мне показали вот так вот она сложилась вот это все нет не сложилось я начал брать с передыдущей сессии которые 8 бит на проблема в том что я камеру то вынимал и потом каждый раз я выставляю камеры чтобы она вдоль перекрестие шла но лучше передвигал и к модам но все равно ты угол то не угадаешь понятно да там приблизительно поставил в верхний сработал а фига и получается что у тебя под разным углом поворота сняты две луны мало того что одна 16 бит другая 8 бит но это уже как лет и дело такое 10 но у тебя не стыковка и вот у тебя вылазят вот такие вот хрени или вот не что-то вот не резкая влезла сюда или кусок моря стал квадратных то есть центр вроде бы снимал 20 раз а вот что-то вот по углу поворота не прошло хотя детализация несмотря на то же атмосфера была ужасная сейчас у нас сколько тут процентов а подойдите что у нас там творится мы уже тут сняли так идем ну это вот плохо конечно так как я снимаю ну ладно так идем еще вниз до дольку закончим эту так ну что у нас тут допустим вот это вот точечка и вот эту точечку мы сюда где-то вот так вот и и поставим вот мы сейчас тут будем скоро заканчивать и уже две дольки у меня будут машинист я снял от начинаем запись начинаем запись ну так время пропускаешь когда болтаешь с вами естественно вот никак уже не закончу блин с этой чертовой луны да так я значит сколько тут процентов масштаб я не знаю где-то тут смотрел раньше когда-то был умный а вот 200 процентов но если сделать 100 процентов то вот смотри ну понятно что вот видны вот такие вот хрени и у меня как пыль шла вчера вот такие мелкие точечки я снимал на экране вот здесь просто вот как точки 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 ни хрена понять не могу я тасс отнес за счет того что я в 16 битов машина 8 битов такого не происходит но на всякий случай я сегодня снял и дарки и флеты и видео и в просто фотографии как бы мастер дарк мастер флэт не знаю есть такая программа сейчас если сколько тут нам осталось по программе минуту меньше минуты есть такая программа я ее сейчас я сказал хочу осваивать вот она называется остров сурфейс вот это вот такая программа и что мне в ней привлекло больше она три в одном то есть ты здесь и стекируешь и пип вместо пипа обрезаешь и самое главное что у нее есть бетч процессинг а то есть пакетная обработка по деконволюции по вельветом потому что в противном случае там всегда в пятом стекере типа где его даже украл в пятом астроимиджи там типа есть бетч процессинг а все пользуются третьим лет воровать нехорошо я говорю хрен с ними старыми уже простите на я украл но ни хера тут нет это бетча этого нифига тут тоже по одному кадру вызываешь единственно что он как и в третьем запоминает эту или вельвета или я вчера дело то по деконволюции мне там больше понравилось и шуруешь там у меня 70 кадров было потом 90 стала что вот эти тычки затыкал которые пропустил при съемке поэтому так опять мы сняли хорошо поэтому я взял одну эту программу и их полу как бы по гайду этой программы очень мало как бы это хватит уже вот так очень мало ты торевал то есть мало людей которые и пользуются ее как бы на ходу изучать это не имеет немец бесплатная программа написал но я уже кое-что нарыл за сегодня сидел потому что тот кто ни разу не обрабатывал луну по настоящему ли планеты тот меня не поймет но пойму те кто сталкивались с этим потому что вы прекрасно понимаете что когда вы серию обработали кадров вот такую допустим там возьмем даже уже пипа так черта вот и но здесь они уже деконулировали вот вам сколько их тут есть вам каждый кадр надо привести в божеский вид то есть сделать его более-менее резким но не шумным уже вот здесь вот шум полезно этой херни и вы начинаете каждый вызывать вот в этот астро имидж мать его и дрюкаться это счастье полные штаны я вам скажу это вчера у меня ушло вот это каждый кадр каждый кадр каждый а здесь я потом нашел что ты просто берешь вот этот полностью лист сюда пуливаешь один обрабатываешь и там есть специальная настройка как бы эти установки потом идешь сюда и допустим деконволюция берем деконволюцию полка ну там ричарду люси ты сделал и вот здесь вот вставляешь настроечный файл мог и он тебе все эти выдает абсолютно пачку этих самых но с определенным обозначением в д так называемому там пофигу какую букву нарисую сейчас он заканчивает дальше снимает вот мы вовремя так теперь валим быстренько на другую половинку где мы еще две половинки надо так едем наверх низ правую половину сделали перевернута неважно вот и теперь делаем верхнюю дольку сейчас проверим ее есть у нас наоборот все правильно чтобы она вот вошла сейчас ее поднимем вот так вот о чтобы мы проехали ну с темнотой было поле вот и теперь валим сюда вот так вот а это дофига в машина много здесь вот шума сейчас а нет это не то нет это дофига сейчас единичку сильно быстро все получается вот эту дольку сейчас с вами проходим вот так вот хватит все начинаем запишу времени терять потому что у нас тут с вами сейчас я уже знаю метки своих же знаю где меня что ждет ну плане до каких пор я могу снимать спокойно поэтому и тут себе камерой смотрю ты вайзем этим байзем пока застроиться и таким образом контролирую процесс сейчас вот луна уже не это прошлое луна щас он дублица но сегодняшнюю луна где-то сейчас будет здесь вот 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 то есть у нас еще вот так вот стоит телескоп у нас еще вот до этого угла у нас есть время и возможно и сегодня в ветра нам поменьше слава богу уже вчера он так хочу шоу было неприятно очень короче пока вот луна не доходит вот до этой антенны вот здесь вот дело не в антене на как правило уже выше тут идет лучше вот это юг в дело в другом что труба вот это она начинает вот сюда вот упираться и где-то угловозвышения если маленький то она его что это было ну короче ладно вы и вы поняли идею смысле свои критерии которые рассмотрим так у нас еще тут времечко я вчера по 220 он нарисовал тысячу кадров но 16 битвы вел компромисс не вашим не наш ну все я вам показал как этот процесс идет сейчас я пройду эту верхнюю дольку и повалю на левую дольку а потом вот так вот просто не очень достаточно небрежно особенно на краях пройду его там или сверху вниз или слева направо это уже не принципиально хочу сегодня пораньше закончить чтобы посмотреть быстренько сложить и посмотреть все ничего ли я не пропустил так он закончил валим дальше так валим 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 так куда мы валим значит он приблизительно вот этот кратер мы уберем не сюда сюда то есть что тут так вот оба ладно двоечку или уж и быстрее было вот так вот вот так вот еще чуть-чуть а то дофига чтоб перекрылся так все продолжаем начатое дело так не были ну больше нравится когда пол диска ну понятно что быстрее снимать хотя по логике вещи надо все равно снимать весь диск ту темную сторону хотя бы чтоб не линия терминатора была видна и там темная сторона всегда видно на фотографии вот такие короче да пожаловался вам насчет паука показал что еще сделаю с луной да и успел показать вам натюрлих луну которую удалось я расположил я конечно на этом как его фейсбуке ну понятно что на фейсбуке там все пожмякано и там не увеличишь даже на сто процентов но тем не менее вам ничего не скрываю вот показываю как совсем дерьмом которую у меня получилось и я вы же знаете наверное уже поняли мою натуру я пока не получаю то чего мне нравится я не успокаиваюсь вот в соренке вот эти раз на каждом фрагменте вчера вот эти соринки 1 соринка 1 соринка 1 соринка 1 соринка вот 4 соринки это закрашивать него одну удовольствие ниже среднем даже не так ну как было с такой обработкой не сильно видны но тем не менее противная вещь поэтому я сегодня не знаю пошел уже микроскоп туда настроил посмотрел уже залез не знаю внутренность этой несчастной гид-камеры еще раз все промазал смысле по вычищал даже сегодня пошел с псих увидел что у меня швабры закончились вообще ни одной не осталось заказал у китайца еще кучу швабр но эти которые здесь вот он чуть-чуть ползет вверх под люка ну вчера у меня ползал рей сегодня деку я решил вверх чуть-чуть и тех уже мы начинали с вами по-другому он уже почти подошел от краю так ладно поехали двоечку ставим так где тут вот этот кратерочек возьмем к примеру и посмотрим ставим его в покое вот так с перекрытием пойдет можем чуть взять кстати его вот так вот по этой это я уже взял так взял потому что мы все равно будем еще проходить этими самыми перекрывать все это тут воздух какой-то был так все поехали ничего страшно сейчас доходим так что вот этот вот изгиб оказался здесь где-то вот так и идем на левую половину а потом уже идем небрежно сверху вниз внизу вверх от уже пофигу как как удобнее мне удобнее сверху вниз это так чисто условно все господа я вам все показал все рассказал пожаловался вошел в эфир как говорится спасибо всем за то что вы польстили мне поддержали меня рассказали мне про то какая у меня хорошая луна хотя я знаю что кривая она но тем не менее приятно все равно даже маленькая лесь но дружеская ассар приятно надеюсь что сейчас у меня получится немножко получше луна я очень на это надеюсь для этого всяком случае буду прилагать максимально силе вот по этим двум кратером кстати на наводится экспозиция вот раз кратер и вот два кратера какой-то 1 1 1 2 какой-то не спрашивайте но вот это море вот это маленькая называется она у нас сейчас сегодня вот здесь вот поэтому искал искал там к этому не было ну короче мне кажется что я навелся нормально по экспозиции я просто по числам в этом самом в прошлой съемке запомнил какие были показания в шарп кэппе но приблизительно чуть меньше даже сделал запасов чтобы наверняка потому что с тени я всегда вытащу детали а вот на 8 биток бить свет пережженный это практически невозможно да и забыл сегодня еще сказать что мы снимаем с вами байдеровский фильтр и но по совету товарищи подписчиков поменялся у вирк от на ни один байдер поэтому подозреваю все блекло это я уже все записал потом вспомнил что надо было это сказать собственно я и сказал теперь уже точно наверно вам всем пока три точечки есть таких все пацаны процесс продолжается